В 2020 году в Твери появится новый спортивный объект. Это будет долгожданный центр по видам гребля на базе спортшколы имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой. Работы по ее возведению уже идут, и они никак не мешают тренировочному процессу, который ни на день не прекращается. Несмотря на промозглую погоду, тренеры продолжают готовить своих спортсменов на новые старты. Чем сейчас живет школа и каких новых звезд гребля она готова представить миру в репортаже далее. Спортивная школа Олимпийского резерва по видам гребли имени Антонина Серединой – одна из самых известных школ Тверского региона, где готовят спортсменов мирового уровня. Ее воспитанниками были такие известные гребцы, как двухкратная олимпийская чемпионка Антонина Середина, серебряный призер Олимпийских игр Дмитрий Бехтерев, Игорь Писарев, Виктор Денисов, бронзовый призер Олимпийских игр Илья Первухин. Школе с большой историей и места нужно больше, поэтому в ближайшее время они расширяются. На берегу Волги рядом с действующим зданием идет строительство нового гребного центра. Его финансирует областной бюджет. Это будет одноэтажное здание площадью 1700 квадратных метров с тремя тренажерными залами, бассейном для академической гребли, комфортными раздевалками и душевыми, столовой и тренерскими комнатами. Хочется поблагодарить руководство области, спорткомитета, потому что за последние три года очень ощутимые сдвиги произошли в отрасли спорта. Большое строительство, хорошее сейчас обеспечение материальной базы, поднятие во всех уровнях идет. То есть колоссальный сдвиг. Мы за это безмерно благодарны. Сейчас в школе немного пусто. Большая часть спортсменов находится на сборах, проводят тренировки, готовясь к российским и международным соревнованиям, а также к главному старту сезона 2020 года – Олимпийским играм в Токио. Сейчас подготовкой к ним заняты все атлеты не только Тверской области, но и России, и мира. Наш регион готов представить на соревнованиях трех спортсменов. Легендарного Илью Первухина, для которого эти игры станут третьими в карьере, Ивана Дмитриева и Александра Сергеева. Надеемся, что ребята все, трое, попадут на Олимпийские игры и покажут там, завоевают Олимпийские медали. Очень надеемся на это, потому что прошлый год был очень оптимистичный. Александр выиграл Европейские Олимпийские игры, Илья в двойке были третьими. Завоевали лицензии для выступления на Олимпийских играх, поэтому сейчас они на подготовке находятся на сборах. На таких титулованных старших товарищей равняется и молодое поколение тверских грибцов. Каждый год представители школы в составах сборных команд России принимают участие в юношеских и молодежных первенствах мира. У нас Жуков Матвей стал чемпионом мира в кануе четверки. Выступала также Авдеева Юля. И вот Бабашинская Юля, она была в одиночке четвертой, выступая по... Что ей было всего-навсего 14 лет, она выступала среди 18-летних спортсменов. Сейчас Юлия Бабашинская 15, и она не устает творить сенсации. Она в рекордно короткие сроки ворвалась в лидеры женской российской байдарки по своему возрасту. К тому же стала отбирать медали национальной пробы и у взрослых спортсменок. На Кубке России в всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ Юля стала второй в гонке на 2000 метров, опередив более опытных соперниц. Конечно, хочется стремиться к большему всегда, достигать высоких результатов. Люди там взрослые соревнуются все. Сама их техника прохождения, как они шли, как они это все раскладывали, где ускорение, где еще что, это вот тоже дает умение сидеть на волне тоже помогает очень. Если бы не умело сидеть, то там просто перевернулось бы сразу. Там вышел на старт, настроился и отработал, так как тебе дали задачу. Результаты, которые показывает Юлия, личный тренер спортсменки считают хорошими, но не идеальными. Всегда есть к чему стремиться. Это главное правило выдающихся атлетов, говорит Андрей Плиткин. Поэтому сейчас в занятия встраивается больше блоков силовой подготовки. Мы сделали определенные выборы по году, по прошедшему. И у нас есть понимание, что есть недостача в силовом компоненте. Чтобы прибавить в дальнейшем, нам нужно развить именно этот компонент. Сейчас мы его развиваем. И в дальнейшем нам предстоит период переноса всей этой работы уже на воду. Эти тренировки, считает Андрей Плиткин, должны помочь Юлию показать хороший результат уже на ближайших соревнованиях. На Кубке России спортсменка собирается соревноваться лишь за призовые места.